2 сентября День памяти священномученика Александра Малиновского «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». Будущий священномученик Александр родился 12 апреля 1892 года в городе Петровске Саратовской губернии в семье потомственного священнослужителя. Окончил Пермскую духовную семинарию, женился на дочери священника Дмитрия Затопляева. В семье в последствии родилось двое сыновей. В 1913 году Александр был рукоположен в сан священника. Вместе с исполнением своих пастырских обязанностей отец Александр заведовал церковно-приходскими школами, одновременно преподавая закон Божий в народном училище. Став председателем церковно-приходского попечительства и общества трезвения, отец Александр начал активную борьбу с распространенным в селе недугом пьянства. Молодой, ревностный священник старался помогать всем нуждающимся. В годы Первой мировой войны он бросил все силы на помощь раненым. Священник Александр был прекрасным проповедником. Он наставлял и поддерживал в трудное предреволюционное время прихожан своего храма. Много верующих приходило специально послушать его проповеди. Внутренняя духовная красота сочеталась в нем с внешней красотой. По воспоминаниям современников, он был высокого роста, крепкого телосложения, с благородными и красивыми чертами лица, свящимися волосами, обравляющими высокий лоб. В 1916 году отец Александр решил продолжить обучение и поступил в Казанскую духовную академию. Но в 1917 году оставил учебу и был переведен для служения в Веденскую церковь в села Верх Суксунского. Здесь его застали революционные события и гражданская война. Летом 1918 года в уезде начались массовые крестьянские волнения. Бои шли почти у самого села, где служил священник. После подавления народных восстаний по всему уезду прошли расправу. Однако отец Александр, молодой 26-летний священник, продолжал безбоязненно проповедовать в храме, призывая верующих не допускать надругательства над святынями, стоять до конца за веру православную. По доносу двух милиционеров, слышавших его проповеди, где он обличал бесчинство большевиков, отец Александр был арестован. Это произошло, когда село заняли большевики. Отряд красноармейцев направился к храму. Верующие, завидев их, ударили в набат. Отец Александр в то время находился в церкви. Подъехав к храму, командир отряда с трудом прошел сквозь толпу к церковным дверям и вошел внутрь. Священник стоял в алтаре с крестом в руках, вознося в последний раз молитву пред престолом Божьим. Благословив свою паству, он направился к выходу. Прихожане не давали красноармейцам пройти и не отпускали батюшку. Но солдаты прикладами винтовок оттеснили толпу, а отца Александра посадили на подводу и повезли в тюрьму. В ночь на 2 сентября 1918 года большевики повели священника за город и заставили выкопать себе могилу. Затем его обвили колючей проволокой, после чего выстрелили в лицо. Пуля прошла под левой глазницей, застряв в голове, но мученик был еще жив. Тогда мучители набросили на шею священника и Петрахиль, и задушили его. Вскоре после этих событий части Белой армии вступили в село. Тела убиенного Иерея и других жертв красного террора были обнаружены в лесу. 24 сентября невинных страдальцев с честью отпели в Свято-Троицком соборе Красно-Уфимска и похоронили в ограде собор. В 1935 году Свято-Троицкий собор был закрыт. Могилы погибших мучеников сравнялись с землей, а позже на их место устроили автодром. Священник Александр Малиновский был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников в 2000 году, 21 июля 2002 года, день Казанской иконы Божьей Матери у Свято-Троицкого собора Красно-Уфимска, было вскрыто захоронение и обретены честные мощи священномученика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова